Сегодняшняя наша презентация будет посвящена продукции компании Ялинк, и первым делом я хотел бы от вас получить фидбэк в чате. Пожалуйста, кто знаком с продукцией Ялинк, кто знает, что это за телефоны, кто с нами работает, плюсики в чат, напишите, чтобы я примерно оценил масштаб знающей аудитории. Так, ну вот я вижу порядка десяти человек, то есть меньшая часть. Иван, связь тормозит. Подскажите, пожалуйста, коллеги, у кого-то еще есть проблемы со связью? Я, конечно, извиняюсь за такие технические нюансы. Нет, 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 нет. Нет, нет. Иван, попробуйте сделать следующее. Сделать следующее. Вообще, мы, конечно, по минимуму стараемся нагружать канал, я даже видео не запустил, только звук идет. Видимо, проблема в вашей сети, если сильно тормозит, давайте поступим так. Сейчас я в чат отправил ссылку для подключения к вебинару. Скопируйте ее себе, отключитесь от этой сессии и зайдите по ссылке снова. Если у вас зайти не получится, ну тогда я пришлю запись после окончания вебинара и вы сможете ее посмотреть. Ну, к сожалению, видимо, что-то какая-то проблема на вашей стороне. Поэтому я, конечно, извиняюсь, но мы продолжим. Хорошо, вижу, что аудитория разделилась примерно поровну. Тогда я сделаю акцент побольше на ознакомление с продукцией. Итак, в сегодняшнем вебинаре вы узнаете, что такое USB-телефоны компании E-Link, что за SIP-телефоны выпускает компания E-Link, какие аксессуары имеются в модельном ряду, как вообще позиционируется продукция, и вы услышите о том, какие конкурентные преимущества имеет оборудование E-Link, и какие продукты ожидаются к появлению на рынке. Прежде всего, хотелось бы сказать, что по данным компаний Frost и Sullivan, к сожалению, здесь не только уже за 2011, но и за 2012 год, продукция компании E-Link, то есть IP-телефоны, входит в пятерку крупнейших, точнее, E-Link входит в пятерку крупнейших производителей IP-телефонов в мире. Это довольно серьезное достижение этой компании, и компания E-Link этим очень гордится. Из конкурентных преимуществ хотелось бы также отметить то, что по сравнению с остальными, точнее, по статистике процент брака, это был 1% от партии, но в будущем компания стремится к тому, чтобы процент брака продукции был снижен до 0,5, и на рынке это на данный момент лучшее качество. По сравнению с другими телефонами конкурентов, продукция компании E-Link дает на свое оборудование гарантийный срок 18 месяцев, то есть полтора года. Это довольно сильный шаг для индустрии IP-телефонии, и мы считаем, что для вас, как для продавцов и потребителей, это будет довольно серьезная гарантия того, что эти телефоны будут высокоотказоустойчивыми. Если говорить о энергопотреблении, то в целом, в среднем, скажем так, промышленный стандарт подразумевает, что IP-телефон потребляет порядка 3,5 Вт. Телефоны E-Link потребляют всего лишь 1,4 Вт, что, может быть, на первый взгляд и незначительно, но за продолжительное время работы довольно серьезно экономит потребление электричества. По сравнению с конкурентами это 50% и более. Ну и в связи с этим телефоны награждены наши такими отметками, такими сертификатами, как EcoProduct, и о том, что они берегут окружающую среду, берегут, собственно, использование лишней энергии, и вот сертификатом ROX, который говорит о том, что телефоны изготовлены из материалов, которые могут быть полностью переработаны при утилизации и никаких вредных веществ в себе не содержат. Наши телефоны награждены множеством премий, наград, дипломов и сертификатов, как на родном для них рынке в Китае, так и на российском рынке и на различных международных рынках, в том числе и в Америке. Телефоны продаются уже в России порядка пяти лет, в мире порядка восьми лет, уже хорошо себя зарекомендовали и довольно известны и популярны. И в целом, хотелось бы сказать, что мы представляем, что наша продукция представляет собой совокупность четырех свойств. Это высокое качество, легкость установки и использования, быстрая и доступная техническая поддержка и доступная цена. И вот все это является залогом успеха, залогом того, что мы рассчитываем на хорошие продажи и на то, что это хорошее оборудование. Я сейчас, извиняюсь, прервусь. Вот Жасулан спрашивает, что можно будет запись данного вебинара посмотреть? Да, запись можно будет посмотреть. Вы указывали свой имейл при регистрации. По окончании вебинара я всем отправлю запись, и вы сможете ее посмотреть в удобное для вас время. Также, возможно, не сегодня, но в ближайшее время мы эту запись оцифруем и выложим на нашем канале YouTube. Вы сможете увидеть как эту запись, так и запись других наших вебинаров. Так что дождитесь, мы все это сделаем. Ну и продолжим. Канал на YouTube. Давайте так, я сейчас продолжу презентацию, а в конце я дам ссылочку, ну и ссылочку добавлю в рассылку. Поэтому продолжим. Вас оповестим, не волнуйтесь. Наши телефоны основаны на чипсете компании Texas Instruments. Это американский производитель, который уже более 100 лет находится на рынке. И эта компания хорошо себя зарекомендовала. Это производитель чипсетов номер один в мире, который использует передовые технологии. Процессоры и чипсеты данного производителя очень стабильные и надежные. Во многих современных телефонах сотовых используются чипсеты именно этого производителя. И данная компания Texas Instruments вносит большие вложения в разработку и развитие своих продуктов. Поэтому это залог хорошего качества. И ведущие производители IP-телефонов, такие как Polycom и Cisco, используют чипсеты компании Texas Instruments. Ну а компания Iolink, это единственный производитель IP-телефонов в Китае, которая является технологическим партнером компании Texas Instruments, что в свою очередь гарантирует нашему оборудованию превосходное качество и надежность. И вот если говорить о качестве, то мы маркируем свои телефоны. На трубке телефонного аппарата вы сможете увидеть значок HD. Я сейчас отмечу вот таким вот образом. То есть такая вот маркировка есть на трубочке. Что же это значит? Это значит, что спикер нашего телефонного аппарата выполнен в специальном изолированной коробке, которая позволяет избежать наводок во время разговора по громкой связи. И вы можете совершенно спокойно перевести свою беседу в режим громкой связи и общаться с абонентом. Качество передачи голоса будет при этом превосходное. Также используется динамик высокой четкости в трубке телефонного аппарата. И если говорить о характеристиках данного динамика, то желтой полосой сейчас на слайде отмечен стандартный диапазон. Этот диапазон используется в ваших мобильных телефонах. То есть примерно вот такое стандартное качество связи вы каждый день слышите в трубке своего мобильного аппарата. А сверху зеленая полоса – это частота пропускания голоса от 50 Гц до 7 кГц, которая поддерживает спикер динамик наших телефонов Ялинк. И за счет такой широкой полосы пропускания у вас создается эффект того, что вы общаетесь с человеком по трубке, и как будто бы он находится рядом. Настолько хорошо его слышно. Ну и в целом это стандарт будущего. Такой частотный диапазон. Даже некоторые производители мобильных устройств, в частности Nokia, в последний год анонсировала выпуск устройств с динамиком высокой четкости. И сейчас оператор российский Мегафон заявил о том, что он будет поддерживать передачу голоса в таком формате. Так что все идет к тому, чтобы качество связи улучшалось. А компания Ялинк уже несколько лет такой стандарт поддерживает. И при этом вы получаете только удовольствие от общения. И вот совокупность этих показателей, как динамик спикера, динамик трубки, чипсет компании Texas Instruments, и использование широкополосного адаптивного кодека G722, все это в себя включает маркировка HD, и, собственно, звук такого высокого качества. Если говорить о высоких технологиях, то телефоны Ялинк поддерживают протокол IPv6 уже сейчас. Я думаю, ни для кого не секрет, что пул IP-адресов версии 4 уже заканчивается, и в ближайшем будущем нас ждет работа с адресами IPv6. Телефоны Ялинк эту работу с этим протоколом уже поддерживают. Ну и наши телефоны, это высокотехнологично. Каждый телефон, кроме одного единственного аппарата, я чуть позже о нем расскажу, имеют два порта RJ45, которые позволяют вам подтягивать к рабочему месту всего лишь один кабель Ethernet, а вторым, через второй порт, подключить компьютер и использовать телефон в режиме моста. Наши телефоны работают по протоколу SRTP, то есть передача голоса защищена. Вы подключаетесь к телефону, используя технологию HTTPS, таким образом защищаете свои данные, вводимые в веб-интерфейс телефона, и телефон поддерживает работу с сигнализацией UDP, TCP, TLS и DNS-SRV. То есть все наиболее популярные стандарты, которые могут использовать либо ATS, либо провайдеры, в нашем оборудовании поддерживаются. Есть поддержка наших телефонов такой технологии, как OpenVPN, которая позволит вам работать с корпоративными сетями и распределенными сетями. Они поддерживают наши телефоны технологию VLAN, и также есть множество реализованных методов на основе SIP. Я дальше о них расскажу. Специальные возможности. Например, если говорить о методах технологии SIP. Есть такая возможность, как отображение баланса от ведущих операторов. Очень удобно, когда человек поднял трубку, набрал номер, поговорил с клиентом, либо с кем ему нужно было, положил трубку, и тут же на экране телефона высветилось сообщение, что баланс вашего счета равен тому-то. Очень удобно. Вы постоянно следите за состоянием счета. Никогда не останетесь без средств. Есть возможность, точнее, есть такая функция, как Hot Desking, которая очень удобна для установки наших телефонов в Call Center. Функция заключается в том, что на телефоне программируется кнопка, и в Call Center обычно работа телефона происходит в режиме 24 на 7. То есть телефон работает всю неделю, круглый день. И за телефоном в течение рабочего дня могут находиться три оператора. Каждый, грубо говоря, по стандартному 8-часовому рабочему дню. То есть один оператор уходит домой, на это же рабочее место за этот же телефон садится второй оператор, нажимает за программированную кнопку, и телефон предлагает ввести оператору его собственный логин и пароль. После ввода оператор работает уже непосредственно со своим аккаунтом, и вы можете ввести статистику по этому оператору, как бы уже то, что работает другой человек, оценить его производительность труда. Также есть такая функция, как управление телефоном с помощью команд URI, когда вы удаленно, например, работая с Outlook, хотите позвонить какому-то абоненту, у вас есть контакт этого абонента в Outlook, вы нажимаете кнопочку «Позвонить», телефон получает от Outlook Http ссылку и начинает набор номера. Вам при этом достаточно просто поднять трубку, когда уже телефон дозвонится, и начать разговор. То есть вы управляете телефоном прямо с компьютера. Также наш телефон позволяет взаимодействовать с XML-сервером, то есть это может вам предоставить такие возможности, как вывод прогноза погоды, курсы валют на экран телефона, либо то, что вам будет нужно. Возможно, вы следите за состоянием каких-то биржи, за акциями, что угодно. То есть обращение к XML-серверу выполняет телефон, и сервер отдает ему те данные, которые вам нужны на экране. Также есть такая функция в наших телефонах, как централизованная удаленная книга контактов. Очень удобно, если в вашей компании много сотрудников, вы используете одну удаленную записную книгу. Не надо каждому сотруднику локально эту книгу записывать, каждый раз подгружать, а просто телефон по ссылке обращается к общей книге и может с ней работать, идентифицируя абонентов как при входящих, так и при исходящих вызовах. Ну и есть такая функция во всех наших телефонах, как автопровижн, когда администратор вашей сети удаленно настраивает телефоны. Когда в сети оказывается больше 10 телефонов, то есть у вас, грубо говоря, в компании больше 10 сотрудников, эта функция просто необходима, потому что подходить к каждому из рабочих мест и 10 раз настраивать телефоны, выполняя одни и те же действия, это неудобно. Сейчас я подробно расскажу, что функция автопровижн позволяет сделать и как упростить жизнь. Вы ставите в своем офисе на рабочие места телефоны в нужном вам количестве, 5, 10, 100, 200, количество не имеет значения. И администратору достаточно создать 2 конфигурационных файла. Один файл общий для конкретной модели телефона, где он указывает, что все телефоны должны иметь московское время, все телефоны должны обращаться к такому-то серверу за настройками, получать определенную ссылку на удаленную записную книгу и вводить всем прогноз погоды. А второй файл – это индивидуальный файл для каждого телефона. Туда вносятся данные об аккаунте, логин с паролем и какие-то личные особенности, например, переадресация вызова, либо еще какие-то настройки. И вы телефоны достаете из коробки, просто расставляете их на рабочие места и подключаете питание. Телефоны автоматически обращаются к серверу при включении, забирают 2 файла, которые подготовил администратор и вносят сами автоматически все изменения, которые администратор в этих файлах указал, в свои конфигурационные файлы. Администратор таким образом сидит на рабочем месте, конфигурирует файлы, не надо ему бегать по офису и вводить какие-то настройки по нескольку раз. Ну и для технических специалистов будет интересно то, что функция AutoProvision работает с такими протоколами, как HTTP, защищенный протокол HTTPS, FTP и TFTP. Может работать с опциями DHCP и поддерживает такую возможность забирать конфигурационные файлы как Plug and Play. И конфигурационные файлы могут быть зашифрованы в формате IES, то есть защищены от того, чтобы их вскрыли злоумышленники. Ну и давайте поговорим о совместимости. Телефоны наши основаны на протоколе SIP и поддерживают только его. И протокол этот промышленный, то есть он стандартизован, есть RFC, то есть набор команд, точнее набор описаний, которых телефон должен придерживаться. Это RFC мы соблюдаем. И таким образом телефон, телефоны наши совместимы со множеством операторов, со множеством платформ, такие вот, как здесь приведены, популярные как Broadsoft, Avaya, то есть Digium, это всем известный астериск, система 3CX, Octel. На самом деле системы операторов очень много. Я здесь привел только самые популярные. Вы можете зайти на наш сайт ipmatika.ru и если вы, допустим, работаете с клиентом, и у клиента есть какая-то специфичная платформа, и он интересуется у вас, будет ли наш телефон, с этой платформой работать, на сайте ipmatika.ru есть раздел совместимость, там большая-большая табличка, в которой приведены платформы и станции, как для малого и среднего бизнеса, так и операторские решения. Вы можете в этой табличке всегда смотреть, она обновляется постоянно, с какими системами мы работаем. Ну и вот на этом слайде я привел еще несколько систем, таких популярных в мире, как Cisco, Nortel, Siemens, Huawei, ну и российские системы, как Iskratel, Agat или Infinity. Телефонный Ялинк это полностью локализованный продукт. Что же это такое? Это экранное меню на русском языке, это русифицированный веб-интерфейс, где каждый параметр для настройки переведен на русский язык, и если этот параметр непонятен, то имеется русскоязычная инструкция, и напротив параметров имеются русскоязычные подсказки, которые дополнительно объясняют, зачем же этот параметр требуется и как его настраивать. Клагатура наших телефонов также русифицирована, то есть на клавишах есть русские кнопочки, и с помощью этих кнопочек вы можете работать с удаленной записной книгой либо с локальной книгой, писать SIP SMS, и это русифицированное голосовое меню для телефона SIP-T18, который не имеет экрана, то есть вы с помощью голосового меню можете телефон настраивать. Ну и на нашем сайте apimatico.ru есть инструкции для каждой модели телефонов, есть инструкции на русском языке, и также имеются дополнительные инструкции, также приведенные, по настройке каких-то особенных возможностей телефона. И теперь я предлагаю перейти к продукции, к описанию модельного ряда. Мы нашу продукцию делим на три категории. Это SIP-телефоны с цветным дисплеем, наиболее, так сказать, с богатым набором возможностей и функций, наиболее технологически продвинутые. Это корпоративные SIP-телефоны и USB-телефоны. Исторически так сложилось, что компания E-Ring вышла на рынок именно с USB-телефонами и начинала именно с этого продукта. Давайте я немножко о них расскажу, совсем кратенько. Модельный ряд был довольно широк. Это были телефоны как с экраном, так и без экрана, как настольные варианты, так и беспроводные варианты. Модельный ряд был как бы насыщен, и можно было подобрать телефоны на любой вкус. И сейчас эти телефоны также присутствуют в модельном ряду. Компания E-P-MATIC, мы поставляем их на рынок, но поставляем их на рынок под торговой маркой Skype-Mate. Изначально данные устройства работали только с программой Skype, но со временем их функциональность росла, появлялись новые программы, с которыми телефоны могут работать. Но название так и осталось, торговая марка Skype-Mate, поэтому именно Skype-Mate. Но это телефоны, произведенные все-таки E-Link. И что же в них особенного? В них есть клавиатура, как у привычных мобильных телефонов, сигнал вызова. То есть, если вам поступает звонок, как и мобильный телефон, такая USB-трубка звонит и сигнализирует вам о входящем звонке. Вы можете при помощи кнопок осуществлять выбор абонента, либо набор номера. В телефонах есть подавление эхо и шума, полностью дуплексная связь. Есть все необходимые встроенные драйвера и звуковая плата. И так как это USB-телефоны, то не требуется внешнее питание. Достаточно просто подключить телефоны к компьютеру. Совместимые данные устройства со всеми на данный момент существующими стандартами USB. И давайте на минутку я отвлекусь. Вижу вопрос, появился в чате. Спрашивает Максим. Обязательно необходим софтфон для работы таких трубок. Без ПО на ПК они не работают. Да, Максим, вопрос хороший. Совершенно верно. Данные USB-телефоны это всего лишь устройство, точнее, это всего лишь микрофон и динамик. Они сами по себе ничего не умеют. И все их функции зависят от программы, с которой они будут работать. То есть, на вашем ПК надо установить софтфон, либо Skype, либо какой-то софтфон с поддержкой протокола SIP, который будет связываться либо с оператором, либо с АТС. А телефон, такой вот USB, он будет просто управлять софтфоном. То есть, сам он никакой функциональности не несет. На данный момент спрос на эти USB-телефоны довольно заметно сокращается. И компания E-Link приняла решение оставить на рынке всего лишь три модели. Это модель Skype Mate USB P1K, у которой есть ЖК-дисплей, на котором отображается дата и время, и номер абонента, который вам звонит. Этот телефон сертифицированно рекомендован Skype. Сейчас в модельном ряду есть три устройства. Это телефон серого цвета, серебряного и черного. Вторая модель, остающаяся в продаже, это телефон Skype Mate USB P11B. Это телефон без экрана, но выполнен он из высококачественных материалов, на ощупь очень приятный, имеет хороший динамик, довольно высокое качество передачи голоса. Но так как дисплей у него отсутствует, то есть световая индикация о поступлении вызова и те же самые кнопки, о которых я уже говорил, с помощью которых вы можете управлять софтфоном. Но при этом надо будет, конечно, смотреть на экран, что у вас там происходит. И последний телефон, третий, который остается в продаже, это телефон Skype Mate USB P4K. Телефон этот выполнен в настольном варианте, имеет дисплей с подсветкой, имеет спикерфон, то есть вы можете организовывать разговор по громкой связи. Спикерфон довольно хорошего качества, все будет прекрасно слышно. Функции у этого телефона точно такие же, как и у USB P1K. То есть это отображение даты и времени, отображение номера абонента. Ну и вы можете с помощью кнопок работать с контактами, набирать номер, осуществлять вызов. И на данном слайде я привел вырезку с нашего сайта, на которой отображены все платформы и операторы, с которыми поддерживают работу наши USB-телефоны. То есть вы можете выбрать как такие популярные в частном секторе программы, как Quip, Mailagent, Skype, так и сугубо корпоративное ПО, такое как, например, Naumen Softphone, Softphone Atactela, Softphone Manga Talker. То есть при помощи USB-телефона вы можете довольно гибко обустроить рабочее место сотрудника, который может работать на дому, например. И теперь давайте перейдем к описанию СИП-телефонов. Начнем мы с линейки корпоративных СИП-телефонов. Мы называем эту серию СИП-T2X. В этой серии четыре телефона. Это СИП-T20, T22, T26 и T28. Справа от названия вы можете видеть букву P. В некоторых моделях она есть, в некоторых нет. Буква P означает возможность данного телефона получать питание по кабелю Ethernet. То есть вы можете установить в своем офисе коммутатор, который в кабеле Ethernet может подавать питание. То есть просто обычный коммутатор такого не умеет. Это специализированный коммутатор, но за счет этого вы можете не подключать блок питания и тем самым сократить количество проводов и одним кабелем подать все необходимое на телефон. Начну описание Да, Максим, совершенно верно. P.O.E. Power over Ethernet. Начну описание телефонов со старшей модели. Это SIP T28P. У данного телефона самый большой по размеру экран в линейке. Справа от экрана вы можете видеть шесть кнопок, которые могут поддерживать работу с шестью регистрациями. То есть вы можете на данном телефоне завести шесть независимых линий. Это могут быть регистрации либо на разных АТС, либо на АТС и на провайдера. То есть придя на работу вы можете использовать рабочий аккаунт на одной из кнопок. На второй кнопке вы можете зарегистрировать личный аккаунт, например, SIPNet для каких-то своих целей. Остальные кнопки вы можете использовать для регистрации на каких-то других станциях. Если регистрация не требуется, то данные кнопки являются программируемыми. То есть вы можете их настроить под свой вкус, как вам удобно. Настроить на них переадресацию, возможно, перевод вызова, может быть запрос баланса, какую-то подсказку. То есть эти кнопки довольно гибко настраиваются. Данный телефон построен на чипсете компании Texas Instruments. Чипсет называется Titan. Соответственно, он позволяет передавать голос в высоком качестве. Экран данного телефона имеет разрешение 320 на 160 пикселей. И у данной модели телефона есть, я сейчас вам покажу. Вот здесь вот 10 программируемых кнопок. На слайде написано 16, потому что кнопки, одну минутку, кнопки считаются следующим образом. 10 справа и справа, как бы, от корпуса и 6 справа от экрана. То есть всего 16 кнопок, которые могут быть запрограммированы под любые ваши нужды. Сейчас на изображении вы видите, что кнопки справа на корпусе 10 штук отображают красный и зеленый цвета. Это они отображают статус абонентов, которые работают вместе с вами. То есть, если поступает входящий вызов и вас просят, например, соединить с каким-то конкретным сотрудником, посмотрев на кнопку справа, вы можете видеть, если горит зеленым, абонент свободен. Сейчас я на него переведу вызов. Если красным абонент занят, тогда можно вызов поставить в очередь, либо попросить человека вам звонившего набрать чуть позже. То есть, очень удобно для отслеживания ваших коллег. Ну и есть множество других функций, о них я еще буду рассказывать. Данный телефон имеет возможность подключения к сети по технологии OpenVPN. Ну и имеется поддержка питания через Ethernet. Более младшая модель это телефон E-Link SIP-T26P. У данного телефона уже три линии с независимой регистрацией. Я хотел бы вот здесь чуть-чуть прерваться и сказать, что три линии это не значит, что телефон может вести три одновременных разговора. Нет, разговоров одновременных будет столько, сколько позволит вместить ваш канал. То есть, если канал широкий, то на данном телефоне можно вести и до 10 одновременных разговоров. Главное, чтобы вы успевали всю эту массу диалогов обслуживать. Три регистрации это именно работа с тремя серверами. На каждую из регистраций может поступить как один вызов, так и два, и три, и более, и все они будут находиться на удержании в тот момент, когда вы с одним ведете разговор, все остальные будут висеть на удержании, и вы с помощью кнопок, которые располагаются у нас, сейчас я вам покажу поярче какой-нибудь цвет возьму, вот здесь есть джойстик, при помощи этого джойстика вы можете выбрать необходимый вам разговор, включить именно его, а все остальные установятся на удержание. Так, я вижу вопрос в чате от Егора, светодиоды на кнопках справа работают, если только все построены на СИП телефонах, или аналоги там могут быть, да, вы знаете, они отображают статус СИПовых абонентов, аналоговый номер там отображаться не будет, ну и соответственно, вот эта возможность отображать статус должна поддерживаться сервером, да, Андрей совершенно верно, то есть телефон будет сервер опрашивать, если сервер понимает, что его спрашивают, он отдаст эти данные и телефон отобразит, если сервер этого не умеет, то к сожалению, да, то есть тут обоюдная совместимость, которая описана также в рамках РФЦ. Так вот, этот телефонный аппарат СИПТ-26 имеет экран по сравнению со старшей моделью чуть меньших размеров, три независимых линии, также поддерживает технологию OpenVPN и в плане функций все абсолютно то же самое, кнопки настраиваются под ваши нужды, чипсет компании Texas Instruments и высокое качество передачи голоса. Далее модель Ялинк СИПТ-22 и через дроп Т-22П. Соответственно, с возможностью питания через кабель Ethernet и без таковой. Модель без питания через Ethernet стоит, само собой, немного дешевле. Экран такой же, как у СИПТ-26, программируемых кнопок также три, но, обращаю ваше внимание, у данного телефона справа от корпуса нет кнопок расширения. То есть это такая модель для, скажем, рядового сотрудника, которому нужно просто отвечать на вызовы, совершать вызовы. Ни за кем следить не надо, то есть он не секретарь, ни менеджер, которому нужно видеть статус его коллег. Ну и наимолее младшая модель это телефон Ялинк СИПТ-20 и Т-20П. Точно так же их две, с поддержкой ПОЕ и без таковой. У данного телефона только две линии с независимой регистрацией, экран трехстрочный, подсветки экрана нет, телефон как бы совсем простенький, функции у него такие же, как у старших моделей, то есть он может тоже переводить вызов, ставить его на удержание, но нет кнопок расширения справа. Из-за того, что экран трехстрочный, вы не можете работать с удаленной записной книгой и на данный момент нет поддержки OpenVPN. Но сейчас ведется уже заключительная фаза локализации программного обеспечения нового поколения. Это будет релиз где-то в марте месяце и с марта месяца этот телефон точно так же, как и все остальные, сможет работать по OpenVPN. Поэтому это пока не так критично. На данном слайде приведены технические характеристики всех наших телефонов. Я сейчас не буду очень сильно заострять внимание, вы потом сможете забрать себе презентацию и подробно ознакомиться. То есть, если есть какие-то запросы по поддержке технических параметров, вы можете к этому слайду обратиться и посмотреть, все ли поддерживают наши телефоны, что требует клиент. Единственное, я хотел бы отметить, что есть поддержка очень большого количества кодеков, то есть различные операторы запрашивают разные условия, то есть предоставляют точнее свои условия работы, используют различные кодеки. Наши телефоны поддерживают все наиболее популярные кодеки, которые, в принципе, встречаются на рынке. Точно так же есть поддержка таких возможностей, как обнаружение активности голоса, генератор комфортного шума, подавление эхо. Все это помогает вам добиться хорошей передачи голоса. И так же я хотел бы чуть-чуть подробнее остановиться на такой возможности, как вот сейчас я выделил. Это функции, которые поддерживают телефон. Это переадресация вызова, перевод, ДНД, конференц-связь, захват вызова, интерком вызовы. Все эти функции вы можете настраивать на программируемые кнопки в зависимости от того, нужны они вам или нет. То есть вы можете каждый телефон настроить под требования конкретного человека. Так, и вот я вижу вопрос Андрея. Жаль, что Т12 сняли. Очень красивая модель была. И как раз переходим мы к телефону Т12. Вот она эта модель. Она удобна тем, что сзади у телефона есть поставка, которая регулирует телефон по углу наклона. Эта модель характерна тем, что стоит она примерно как СИП Т20, как самая младшая модель, про которую я говорил, но при этом поддерживает функции телефона более старшего СИП Т22. У нее экран с подсветкой у этого телефона, возможность, опять же, программировать кнопки под нужды. Он также выполнен на чипсете Texas Instruments. И тут я хотел бы остановиться и задать небольшой вопрос аудитории. Вот те, кто с нашими телефонами уже работают, насколько, точнее, хотели бы вы каким-то образом, чтобы была замена вот этому аппарату. То есть, может быть, у вас были хорошие продажи его. Если да, то плюсик, пожалуйста, в чат. То есть, спрос на телефоны есть. То есть, подобного плана, недорогого, но с регулировкой наклона и довольно богатого по функции. Очень удачная модель. Так, вижу. Вижу, вижу. Спасибо, коллеги, за фидбэк. Для нас это важно. Мы, как бы, рынок должны понимать. Попробуем, попробуем что-то придумать. Тогда продолжим. И особняком стоит модель SIP-T18. Это самая простая модель, которая есть в модельном ряду. Телефон без экрана. Под экранчиком, на котором наклеена бумажечка, есть две программируемые кнопки, которые вы можете также настроить под свои нужды. Этот телефон позволяет работать только с одной SIP-линией, имеет веб-интерфейс, как водится на русском языке, как и все предыдущие озвученные модели. Также настраивать этот телефон можно при помощи голосового меню. И он основан на чипсете Texas Instruments. У данного телефона нет даже спикера, то есть только трубка и вот только кнопочки. На корпус вынесены основные кнопки, такие как Mute, отключение звука, организация конференции и перевод вызова. Данная модель рассчитана на использование в гостиницах и больницах, поэтому это ее основная направленность. Ну и дальше перейдем к более старшим моделькам. Это линейка телефонов с цветным экраном, в частности, это телефон E-Link SIP-T3X. Есть две модели в этой линейке T38G и T32G. Их характерная особенность заключается в том, что используется чипсет компании Texas Instruments, но более мощный под названием ARES, что позволяет увеличить скорость работы данных телефонов. Эти телефонные аппараты также имеют два порта RJ45, но выполнены они по технологии Gigabit Ethernet. У этих телефонов большой высококачественный цветной экран, они поддерживают протокол IPv6 и все функции, о которых я говорил ранее, по отображению статуса, по программированию кнопок, также поддерживаются этими телефонными аппаратами. Если остановиться подробнее на всех этих возможностях, то технология Gigabit Ethernet позволяет вам гораздо быстрее работать с сетью, передавать большие потоки данных и если требуется именно высокая скорость сети, то это очень большой плюс. Что касается экрана, то экраны этих устройств выполнены по технологии LCD, имеют соотношение сторон 16 к 9 и по сравнению с экраном 3 к 4 вы на экране можете расположить больше информации. Вопрос в сети от Егора про телефоны с черно-белым дисплеем. Да, телефоны с черно-белым дисплеем поддерживают работу тоже с протоколом IPv6. за счет того, что в этом телефоне используется новый чипсет, это позволило нам переделать веб-интерфейс. Теперь у данного телефона быстрый и яркий пользовательский интерфейс. Есть возможность реализовывать такую функцию, как скринсейвер. Телефон может работать в режиме фоторамки. Есть несколько тем оформления меню. При поступлении звонка вы можете к списку контактов прикреплять фотографии и как на мобильном телефоне при поступлении вызова вы будете видеть не только номер, но и фотографию звонящего вам абонента. И вы сами можете использовать заставки рабочего стола. Ну и в целом, за счет того, что чипсет гораздо более мощный, работа LCD-меню и работа веб-интерфейса очень сильно ускорилась. То есть буквально в считанные секунды происходит переключение между вкладками. Если подробнее остановиться на старшей модели, то это телефон SIP-T38G, у которого экран размером 4,3 дюйма, разрешение 480 на 272 пикселя. У этого телефона записная книга до 1000 контактов. Здесь вот хочу сделать небольшую паузу и сказать, что у телефонов линейки T20 с черно-белым экраном записная книга локальная 300 абонентов. То есть удаленная книга может быть больше. Здесь же 1000 контактов, только локальная книга. Этот телефон T38G позволяет отображать картинки и фотографии звонящего и имеет 16 программируемых кнопок. То есть 6 линий для регистрации и 10 линий, точнее 10 кнопок расширения. Вот этот телефон поддерживает питание через Ethernet. Да, вы знаете, экран довольно большой и удобный. Относительно вопроса от Андрея в чате и многие так и хотят пальцем нажать на кнопочку, настолько как бы это было бы эргономично. Передавали уже такой запрос производителю, они его сочли довольно интересным, но пока пытаются технически реализовать данный момент. Ну то есть идея, идея хорошая, да. Touchscreen был бы здесь к месту. Младшая модель в линейке цветных, точнее телефон с цветным экраном это телефон SIPT32G. Экран здесь уже 3 дюйма. Кнопок расширения тут нет, есть только кнопки справа от экрана 3 штуки для независимой регистрации либо настроек каких-то функций, которые вам требуются. Записная книга данного телефона также 1000 контактов, точно так же позволяет отображать фотографии звонящего и получать питание через кабель Ethernet. Вопрос от Михаила планируется ли телефон с Android? Да, планируется. Дождитесь, пожалуйста, конца презентации, там об этом будет сказано. И немного обособлено мультимедийный IP-телефон, точно так же с цветным дисплеем. Модель называется E-Link VP530. У данного телефона 7-дюймовый LCD-дисплей с технологией Touchscreen. Над дисплеем есть камера разрешением 2 Мп, что позволяет в довольно хорошем качестве передавать ваше изображение собеседнику. Этот телефон поддерживает видеокодеки такие как H263, 264 и кодек MPEG-4. Хочу сказать, что эти три кодека это наиболее часто встречающиеся кодеки для передачи видео как в видеотелефонах других производителей, так и в софтфонах с поддержкой передачи видео. Таким образом, вы можете этот телефон использовать для организации видеосвязи как между двумя телефонами E-Link VP530, так и между этим телефоном и другим устройством. Главное, чтобы у того второго устройства была поддержка одного из этих кодеков. Ну, собственно, она, скорее всего, и будет. Этот телефон выполнен на основе мощного процессора Texas Instruments под кодовым названием DaVinci, позволяет получать питание через кабель Ethernet, поддерживает такую возможность, как OpenAPI, то есть вы можете этот телефон интегрировать с вашей CRM-системой и с CRM-системой передавать какие-то данные на экран телефона. Ну, например, если использовать такой телефон в гостинице, то вы можете вводить на LCD-экран картинки, нажав на которые, пользователь может заказать себе завтрак, смену полотенец, либо там вызвать сотрудника в номер. Характерной особенностью этого телефона является возможность создания трехсторонней видеоконференции, я чуть дальше остановлюсь подробнее, поддерживает этот телефон работу с записной книгой, черным списком, историей звонков. У этого телефона есть аудио и видео выходы, то есть вы можете подключить внешнюю колонку и большой экран, вывести изображение на экран и сделать видеоконференцию на большом экране, чтобы всем было хорошо видно. Ну и поддерживает стандартные функции SIP-протокола, те, собственно, о которых я говорил раньше. Ольга спрашивает, формат видео в телефоне формат видео сейчас скажу 800 на 600. Вот такой формат. Собственно, в этом же формате он выводит как на своем экране, так и на экране внешнего устройства. Вообще, я хочу вам сказать, то что в расписании наших вебинаров в марте, если я не ошибаюсь, седьмого числа, но вы на сайте IP-матике можете уточнить, есть отдельный вебинар по телефону VP530, поэтому я сейчас не буду подробно про него рассказывать, а на этом отдельном вебинаре я расскажу про характерные его особенности, про отличительные возможности, которых нет у многих конкурентов и вообще про все преимущества, поэтому если вам интересен этот телефон, регистрируйтесь на вебинар, я буду рассказывать все подробно. Сейчас я хочу остановиться только на видеоконференции. Для того, чтобы осуществить видеосвязь, например, между тремя офисами, вам не нужно иметь своего видеосервера для организации конференций, а сам телефон может нажатием всего лишь двух кнопок организовать связь между тремя людьми, то есть вами и еще двумя, может быть, коллегами вашими, может быть, сотрудниками. Это очень удобно, если у вас есть разрозненная сеть, вот как в частности на слайде есть указано московский офис, киевский офис и алматинский офис, но даже если у вас разрозненная, может быть, сеть магазинов, и вы находитесь только в Москве, все мы прекрасно понимаем, что сейчас дорожная ситуация такова, что можно потратить ни часа, ни два, простояв в пробке или просто доехав до партнера, а тут при помощи такого телефона вы просто можете осуществить видеосвязь, никуда не выезжая, увидеть абонента, увидеть его эмоции и поговорить так, как будто бы вы встретились и передать все, что вам требуется. Это очень удобно. Ну и, собственно, описав всю модельную, точнее, всю продукцию модельного ряда, я хочу теперь рассказать немного про аксессуары. Прежде всего, это модули расширения. Их два. EXP38 и EXP39. Первый модуль имеет физических 38 кнопок, в которые встроены LED-индикатор. Собственно, он-то и показывает состояние абонента зеленым или красным цветом. А модуль EXP39, у него уже есть экран разрешением 160 на 320 пикселей и физических 20 кнопок. Но одна из кнопок выполняет функцию переключения между страницами. И таким образом, на этом модуле у вас получается 39 абонентов вы можете отслеживать. Эти оба телефона могут работать... Ой, извиняюсь, эти оба модули расширения могут работать с такими телефонами, как SIP-T26P, SIP-T28P и SIP-T38G. К одному телефону может быть подключено до шести модулей. Два модуля подключаются без дополнительного питания, а если вы подключаете три и более модулей, то вам понадобится один дополнительный блок питания для того, чтобы эти модули работали корректно. И таким образом, подключив шесть модулей к одному сотруднику, вы можете суммарно отслеживать либо программировать до 228 кнопок. Для, допустим, секретаря или оператора колл-центра это может быть довольно удобно. Кнопки этих модулей программируются на такие функции, как BLF, то есть отслеживать статус абонента, быстрый набор, интерком вызова, отправка какой-то ссылки, донабор, организация конференции. Ну и вот многое, что здесь перечислено, вы потом позже сами ознакомитесь, чтобы уже не затягивать мое выступление. Выглядит это следующим образом. На слайде приведен телефон SIP-T28P и к нему подключено два модуля 38-х. Либо же может быть подключен вот таким вот образом будет выглядеть модуль 39-й. Ну а если оператор работает за таким телефоном, то значит у него очень большое количество вызовов, и конечно же ему удобно использовать гарнитуру, чтобы руки оставались свободными. Гарнитура наша называется Я-Link EHS-32, у нее только одно ухо, и в середине гарнитуры есть специальный разъем, который очень быстро позволяет оператору отсоединиться от телефона и также подключиться к нему. Ну то есть надо оператору допустим встать от стола и отойти. Гарнитура очень легкая, на уши не давит, и в течение дня в ней работать довольно удобно. Также в модельном ряду аксессуаров есть такой адаптер, как EHS-36. К этому адаптеру подключается беспроводная гарнитура таких производителей, как Jabra, Plantronics и Sennheiser. Подключается именно гарнитура, работающая по беспроводной технологии Bluetooth. То есть вы этот адаптер подключаете к телефону, к этому адаптеру вы подключаете базу от гарнитуры, собственно гарнитуру одеваете на ухо и можете перемещаться по офису, принимая вызовы и сами совершая вызовы. Например, вы можете с гарнитуры совершить повторный набор последнего набранного номера, ну и собственно оставаться с свободными руками в это время. Я извиняюсь, немножко пропустил я вопрос от Энди. Да, спасибо, нам очень приятно, секретари, что довольны. Вопрос от Михаила, планируется ли расширить линейку гарнитур? Вы знаете, Михаил, пока не задумывались. Если не трудно, опишите, что интересует, то есть расширить линейку, какие требуются возможности, может быть что-то не устраивает. Да, по поводу двуухой гарнитуры я вам скажу вот что. Я извиняюсь, сейчас я буквально быстро, чтобы остальных не задерживать. Все наши телефоны, кроме телефона Т18, который для гостиниц и больниц, имеют стандартный разъем РЖ-9 для подключения гарнитур. То есть, вы можете купить себе любую другую гарнитуру, двуухую, любого другого производителя и подключить к нашему телефону и точно так же без проблем использовать. Наша гарнитура одноухая. Мы, конечно, нашим производителям передадим такое желание, но я пока не могу вам сказать, будет ли она либо нет. Но вот наши телефоны заточены под то, чтобы можно было подключить что-то другое. Никаких там специальных ограничений нет на то, чтобы только наша гарнитура работала с телефонами Я-Link. Выбирайте любую удобную для вас. Еще в линейке аксессуаров есть такое устройство, как адаптер СИВ. Это адаптер световой индикации вызова. Это устройство подключается к телефону ВП530. Используется оно для людей, у которых проблемы со слухом. Возможно, ограничен либо потерян слух. То есть, при поступлении вызова к данному адаптеру подключается лампа, которая начинает моргать. Человек видит, что ему звонят, отвечает на вызов и дальше при помощи камеры жестами два человека могут общаться. И теперь, чтобы вам было лучше понятно, как же мы представляем себе позиционирование нашего оборудования, я вам хочу показать вот такой слайд. Для чего что можно использовать? Телефоны Т18 можно ставить на склад где-то в магазине или у охраны, там, где их не очень жалко, так как они совсем простенькие. Телефоны Т20 и Т22 можно поставить рядовым сотрудникам, которые просто звонят и получают вызовы. К секретарю же мы так представляем себе, можно поставить телефон Т26 либо Т28 с кнопками расширения, чтобы можно было видеть статус других абонентов. Менеджеру или руководителю телефон с цветным экраном Т38G. Если это у вас высокотехнологичный офис, либо у клиента есть требования к высокой скорости работы с сетью, то мы рекомендуем использовать технологии с... точнее, использовать телефон с технологией Gigabit Ethernet, это E-Link T32G для обычного сотрудника и E-Link T38G для менеджера и секретаря. А если у вас крупная компания либо это имидж офис, где все должно быть довольно представительно и, так сказать, наворочено, то тогда надо использовать у рядовых сотрудников телефон Т32G, у менеджера или секретаря Т38G, ну а руководителю ставить VP530, чтобы он мог совершать видеовызовы. Ну и в целом все наши телефоны, про которые я сейчас рассказал, это USB, это линейка корпоративных телефонов, это телефоны с цветным экраном, это мультимедийный телефон для видеозвонков, они позволяют вам удовлетворить спрос как малого-среднего бизнеса, так Enterprise, так операторские решения, и, например, использовать это оборудование можно для организации колл-центра. Ну и весь спектр продуктов делится следующим образом. Это USB-телефоны и аксессуары, линейка корпоративных телефонов, линейка телефонов с цветным дисплеем, и продукт пока один, это Redirection Server. Сейчас я постараюсь коротенько рассказать о его назначении, думаю, что многих из вас это заинтересует. Называется этот продукт Redirection и Provisioning Server. Как выглядит сейчас схема покупки оборудования? Покупатель обращается к провайдеру либо оператору связи и заказывает какое-то количество телефонов. Оператор связи обращается к дистрибьютору за тем, чтобы вы ему продали это самое количество телефонов. Но покупателю нужны уже готовые решения, чтобы он просто подключил телефон и он на него работал, потому что сам он вряд ли сможет настроить. Вы должны телефоны достать из коробки, настроить аккаунтами, которые предоставил вам провайдер и запаковать обратно. После этого только отправить телефоны покупателю и он будет счастливыми пользоваться. В этой схеме довольно много проблем и траты времени. Поэтому E-Link предлагает решение в виде Redirection Provision Server. Что же это такое? Компания E-Link расположила два сервера один в Северной Америке, а второй в Европе для поддержки своего оборудования. И схема, которая будет работать немного иначе, будет выглядеть следующим образом. Покупатель размещает заказ у поставщика услуг. Поставщик услуг размещает заказ у дистрибьютора, указывая количество телефонов. Дистрибьютор берет список MAC-адресов этих телефонов и вносит их в личный кабинет, который предоставляет компания E-Link. И просто-напросто берет телефон и отгружает их пользователю. Пользователь включает, точнее, достает телефон из коробки, включает в сеть. Телефон при включении сразу же идет на сервер, либо европейский, либо североамериканский, который компания E-Link разместила, видит там свой MAC-адрес и, зная этот MAC-адрес, отправляется на HTTP-ссылку, которую предоставил провайдер, и забирает оттуда свои учетные данные и все необходимые настройки, вплоть до логотипа на экране и всего, что там провайдер захочет. Таким образом, вы исключаете процедуру распаковки конфигурации телефонов, ну и пользователю это довольно удобно, он просто подключает телефон в сеть и ни о чем не задумывается. Ну и теперь вот об ожидаемых продуктах. Значит, прежде всего, уже сейчас у нас есть рабочая модель телефона Ялинк W52 это SIP-телефон, работающий по технологии DECT. Сейчас мы заканчиваем локализацию программного обеспечения для данного телефона и примерно через два месяца этот телефон появится в продаже. Энди, после облака телефон перенастроить можно. То есть, если вам не требуется подключение к облаку, то функцию Redirection and Provisioning можно вообще отключить. Если же вы ну давайте так вы напишите пока подробнее что требуется. Вот клиент получил телефон у него уже есть рабочий аккаунт. Зачем ему перенастраивать? Что он хочет изменить? Я пока расскажу про DECT-телефон. Так вот, этот телефон примерно через два месяца появится в продаже. У него будет поддержка пяти регистраций то есть, работа с пяти SIP-линиями. К одной базе можно будет привязать до пяти трубок и с одной трубки можно делать до четырех одновременных вызовов. У данного телефона цветной дисплей размером 1,8 дюйма и он работает от аккумулятора в режиме ожидания порядка 100 часов в режиме разговора порядка 10 часов. База может питаться по технологии POE и может крепиться на стену. Соответственно трубка с базой связывается по технологии DECT. Есть поддержка широкополосного кода KG722 и где-то в режиме прямой видимости будет телефон работать на расстоянии порядка 200 метров от базы в помещении это будет порядка 50 метров. И еще я на минутку прервусь. Вижу, да, Энди уточнил уже свой вопрос. Сменить провайдеры, к примеру. Ну, изначально Redirection и Provisioning как раз настроены на то, чтобы провайдеру, который предоставляет свои услуги возможно частным пользователям, именно телефон был прикреплен к провайдеру. Но если вдруг человек, купивший этот телефон, захочет от этого провайдера избавиться, то да, он сможет сам внести необходимые настройки подключиться к другому провайдеру. Это предусмотрено. Ну и вот по поводу дорожной карты. Как мы представляем, точнее, как компания E-Link и мы представляем дальнейшее развитие нашего оборудования. Следом, след за линейкой T3X будет сделана линейка T4X Телефонов изменится внешний вид, вид станет более строгим и таким корпоративным. Затем на рынке появится телефон W52 вслед за этим выводит модель W56 выполненная в том же стиле, что и линейка телефонов T4X чтобы не сильно внешне отличаться. Ну и впоследствии будет выпущена модель W58 и будет она из себя представлять связку из DECT телефона и телефона стационарного. Эта связка будет очень удобна для секретаря, который должен всегда отвечать на свой телефон, несмотря на то он находится на рабочем месте, либо ему надо отойти. В плане телефонов с цветным экраном и мультимедийными аппаратами после 530 телефона в линейке будет подразумеваться VP550 с аналогичными функциями 530 но выполненном опять же в общем стиле для линейки T4X такой более строгий корпоративный стиль. И вслед за этим к выходу планируется телефон на системе Android. Но что касается программных продуктов то вслед за сервером Redirection and Provisioning будут размещены просто сервера AutoProvisioning для того, чтобы клиенты купившие телефон и подключившие их в сеть эти телефоны могли централизованно к этому серверу обратиться и сверить последние версии программного обеспечения так как вы сами прекрасно понимаете что с момента отгрузки производителю телефонов к дистрибьютору и далее по дилерской сети проходит много времени и программное обеспечение может морально даже устареть. Ну и вот из всего того что я рассказал мы считаем что телефоны Ялинк это идеальное решение которое может удовлетворить практически любой запрос Ну и спасибо вам за внимание сейчас тогда пожалуйста вопросы в чат если хотите голосом я постараюсь на них на все ответить сейчас я сделаю чат побольше чтобы всем было хорошо видно да да я вот вижу от Михаила запрос о том что телефон с Wi-Fi и DECT нужен со стоимостью до 5000 рублей я согласен с вами что он будет пользоваться спросом но пока в планы компании Ялинк не входит выпуск телефона с Wi-Fi потому что к сожалению изучив рынок спрос на такие устройства довольно мал ориентировочная цена телефона W52 будет до 6000 рублей но это пока очень ориентировочно ближе к появлению на российском рынке она будет уточнена ну не дороже 6000 от 1000 так что Так, по поводу вопроса от Альберта про стационар DECT и репитер. Вы знаете, пока эта функция репитера мы еще не протестировали, сейчас телефон у нас как раз на стадии локализации, как я сказал, ближе к выходу на рынок я вам смогу уже, точнее мы на сайте напишем про поддержку, этой функции. Появляется карточка товара на нашем сайте, и там будет написано, поддерживать ли эту функцию или нет. А что касается вопроса от Ольги про автопровижн, то да, функция автопровижн позволяет управлять, точнее не управлять, а настраивать любое количество телефонов. Проще всего вам Ольга будет сделать так, зайти на сайт IP-матики, перейти в раздел поддержка и зайти в раздел скачать файлы. Там есть инструкция по работе с автопровижнгом. Для управления телефонов используются несколько другие функции, такие как Action URL, когда вы направляете на адрес телефона ссылку, и в этой ссылке содержится команда, либо для ответа на вызов, либо для совершения вызова, может быть для завершения разговора, для перевода разговора. И это телефонами нашими тоже поддерживается, соответствующая инструкция также имеется. Автопровижн позволяет, что вам сделать, если в вашем офисе работает 30 человек, допустим, вышло новое программное обеспечение, которое, например, закрыло какую-то критическую неисправность. Сотруднику, вашему отвечающему за телефони, придется 30 аппаратов физически обойти эти 30 рабочих мест. При помощи функции автопровижнга он может изменить одну строку в конфигурационном файле, где он скажет, что «Уважаемый телефон, обратите внимание, есть новая версия программного обеспечения, которое можно забрать по ссылке». Телефон при включении, либо по расписанию, проверяет, были ли изменения в конфигурационных файлах, которые готовит администратор. И если этот файл изменился, то есть то, о чем я говорил, администратор внес данные о том, что есть новое ПО, то телефон идет по указанной ссылке и забирает новое ПО. Либо функция автопровижнга может быть использована следующим образом. У вас в компании появляется новый сотрудник, он приходит к администратору и говорит, «Пожалуйста, скажи мне, где мое рабочее место?». Администратор дает ему в руки телефон, провожает его к рабочему месту и говорит, «Пожалуйста, подключай розетку, вот твой компьютер, садись, обустраивайся работой». Телефон при подключении к розетке идет на, допустим, DHCP-опцию, либо как вы там настроите работу вашего автопровижнга, смотрит в конфигурационный файл свой MAC-адрес и по MAC-адресу забирает свой логин, телефон, пароль, записную книгу, что-то выводит на экран, все то, что укажет администратор. И администратору телефонной сети не надо будет стоять рядом с человеком, либо на его рабочем месте что-то настраивать. Все как бы удаленно настраивается. Энди, по поводу DEX за 6000. Вы знаете, тут вопрос спорный, честно говоря, тут даже между нашими инженерами возникла дискуссия по его цене. Да, это факт, то что GIGASET стоит дешевле, но даже наиболее популярная модель сейчас GIGASET 610, к сожалению, она, ну, внешне, конечно, тут на вкус и цвет. На мой взгляд, она выглядит довольно интересно, то есть неплохо. Но, во-первых, в наших телефонах будет поддержка HD-качества, а во-вторых, мы, собственно, порядка года ждали появления DECT-телефона на рынке от компании E-Link. Этот телефон будет выполнен и будет, как бы, выполнен в хорошем качестве. Он будет очень надежным, отказоустойчивым устройством, устройством, которое не будет глючить, у которого не будет непонятных сбоев. И, как вот я уже говорил вам про гарантию, про совокупность, удобство настройки, удобство работы, удобство обращения к техподдержке, телефон будет очень стабильным и надежным. И за счет этого он будет выигрывать у GIGASET, и, насколько мне сейчас известно из моего опыта, 610-я модель GIGASET довольно хороша, но все равно там есть глюки и там есть баги, от которых, к сожалению, GIGASET так и не избавился. Но да, стоит дороже. Тут я, как бы, даже не могу поспорить. Ну да, собственно, все ждали, все надеялись, будем в боевых условиях тестировать этот беспроводной наш телефон W52. Коллеги, значит, я предлагаю сделать следующим образом. Вот мы сейчас здесь сидим и ждем я от вас вопросов, вы от меня интересных рассказов. У кого вопросов нет, пожалуйста, в чат отправляем минус. Я увижу, что все хорошо рассказал, и вы меня поняли. Спасибо. Удаленная записная книга, это вот я отвечаю на вопрос Егору, значит, она будет, точнее, она должна работать в формате XML, и количество строк в этом XML-файле не имеет значения. Телефон просто к этому файлу подключается и может по этому файлу производить поиск, либо просто перебор этого файла, поэтому количество абонентов не имеет значения. Соответствующая инструкция есть у нас на сайте в разделе «Поддержка» «Скачать файлы». Также, в принципе, работа с контактами может быть организована через LDAP. Да, Егор, спасибо, что послушали, я рад за ваши слова. Надеюсь, рассказ был интересным и полезным. Коллеги, я вижу, что многие вопросов не имеют, это очень радостно для меня, значит, я был вам интересен и полезен, поэтому предлагаю сейчас закончить. Если какие-то вопросы вдруг появятся при изучении материалов, при прослушивании повторном, у нас есть почта support.sobaka.ipmatika.ru, пожалуйста, на нее задавайте свои вопросы, мы вам в кратчайшие сроки постараемся ответить. Собственно, я сейчас остановлю запись, сделаю вам рассылку на ваши email-адреса этой записи, туда же добавлю ссылку на наш пост в YouTube, чтобы вы смогли наблюдать все наши видео, которые мы там размещаем. Ну и, собственно, тогда записывайтесь на наши вебинары, которые будут на следующей неделе. Будем рады вас слышать.